набутов здесь цифровой океан так ребята здрасте еще раз мы уже поздоровались нашими чатланами и сейчас приветствуем всю нашу большую аудиторию серебряного дождя в стране и за ее пределами это пятница это 10 06 в москве это набутов здесь цифровой океан проект который мы делаем вместе с замечательным глянцевым изданием у трансформ по цифровой трансформации жизни наши все возможные направления от производства до инфобеза и по традиции коллеги пишущие подгоняют нам какие-то интересные темы для обсуждения каких-то статусных знаковых гостей российских иногда зарубежных а сегодня в студии алексей солимон старший преподаватель центра системного проектирования скалтех кандидат физмак на физмат наук 20 лет работает в области новых материалов и технологий на на структурированный разработки технологий на на структурированных материалов и сплавов квасикристаллических интерметаллидов да да папа ты сейчас с кем разговариваешь можно пояснить сразу что такое интерметаллиды это новое слово моим химическое соединение двух металлов ну например классический для авиационных материалов дюрлюминий если вы добавляете какое-то количество меди это внутри формируется химическое соединение алюминий два медь это соединение выделяется в виде особых частиц которые упрочняют в целом как если бы армирует железобетон вот точно также в сплаве эти частицы армируют алюминиевый массив а скажите а сталь это интерметаллит по идее сталь это сплав в химическом отношении но он может содержать себе в том числе частицы интерметаллидов в частности например железо хромистые стали с высоким содержанием хрома с малым содержанием углерода вот они дают безусловно там есть интерметаллид короче у нас потрясающий ученый российский что он еще разрабатывает объемные металлические стекла это что такое что за металлические стекла почти анекдотическая история дело в том что большинство металлических материалов имеет кристаллическую структуру но при определенных условиях и при определенном химическом составе вы можете достигнуть такого же атомного строения как и в классическом кремниевом стекле аморфного состояния так вот металлический материал может иметь аморфную структуру при этом что хаотическая решетка внутренняя то есть решетки уже нет а решетки нет ну да я имею ввиду как в свое время с появлением этих сплавов были большие надежды предполагал что удастся достичь одновременного повышения и прочности и пластичности что является главной задачей материаловедения металлических материалов но к сожалению это также как и квазикристаллические интерметаллиды оказалось яловой коровы хайп свое время был и я в нем даже поучаствовал так бывает так закрылась ребята значит наш глоссарий сегодня пополняется еще раз квазикристаллические интерметаллида я уже заполнил объемные металлические стекла композиты эластомеры устойчивой экзородекомпрессии био и метический и новый перспективный материал это что-то биометический меметический это то есть повторяющие свойства живых именно так в данном случае ну мы много вообще у природы задействуем как известно вот ладно отдельный разговор значит ученый имеет большой практический опыт работы инженером-технологом промышленности в основном компаниях подставляющих нефтегазовое оборудование а также в партнерстве с авиадвигательными двигатели строительными компаниями собственно вот сегодня про двигатели строения по производству запчастей 3d печать в самолеты и ракетостроение чем алексей в том числе занимается мы сегодня и поговорим лишь вы потрясающий рассказчик но можно сначала я еще буквально минутку сажу вас и загружу вам тут несколько у нас таких свежих инфоповодов для нашей встречи и наверное самое интересное заключается в том что в ближайшее время и это уже подтвержденная информация россия начнет производство эрзац запчастей то есть неполноценных заменителей чего-либо или суррогатов для самолетов боинг и airbus об этом правда сообщает изначально сообщило издание политика итальянская но там своеобразная репутация тем не менее эта информация наша находила уже подтверждение у некоторых российских чиновников вот что как за запчасти ну я думаю что это все-таки обзывательская кличка вот с тем чтобы принизить сам смысл действий и активности по замене необходимых компонентов авиационных двигателей либо планера и так далее ну представьте что у вас есть гвоздь и гвоздь какая разница где он произведен если вы имеете ровным счетом тот же химический состав тем же механические свойства ту же стойкость коррозии так далее один можно назвать в политических целях эрзацем но естественно смотрите это же сделали не белые европейцы они понятно какие-то чумазые значит люди но тем не менее если вы полностью подтверждаете все функциональные и ходовые свойства а я сразу вы имеете дело с заменой вы знаете о какой номенклатуре может идти в данном случае речь не секрет что боинг и составляют наверное подавляющее подавляющее большинство самолетов для гражданской авиации средней дальнемагистральных да и ближнемагистральных тоже наверное да ну на этом airbus 320 319 вот самые массовые модели какие-то есть аналогичные варианты боинга я уж не помню немножко другая нумерация там 787 300 какой-то там 78200 и прочее прочее и в которой у нас есть с эксплуатации которых есть объективные проблемы их не обслуживают я думаю это просто цикл обслуживания регулярен и часто и соответственно надо что-то делать чтобы они летали хотя бы внутри страны то если и начнется замена запчастей то естественно начнется с тех компонентов которые не оказывают прямого воздействия на летную годность в частности это есть мало ответственные детали из салона у нас была некая совместная поисковая работа по замене защелки на столике вот дело в том что необходимо было воспроизвести вот такой казалось бы простую деталь что сейчас она получается либо там сложным двойным и двойным импортом не двойным простите параллельно параллельным импортом либо вообще каннибализируется и так далее вот а почему бы это не изготовить это же простое изделие действительно это очень простое изделие но необходимо понять как и почему как она эксплуатируется какие необходимо достичь свойства и весь этот процесс называется реинжиниринг он предполагает изучение как готовых функциональных свойств так и внутренней структуры огромным количеством методов вот после того как вы все это дело произвели и поняли что же собственно за материал и как он устроен вы потенциально можете догадаться или приблизиться к ответу на вопрос как это производилось точки зрения технологии но то есть это обратный инжиниринг ты разбираешь все до болтов и и как бы но условно говоря со столиками и защелками для них я еще могу понять простые детали там пластмассовое литье от от модели в компьютере пожалуйста вот на 3d принтере их можно наверное делать а что касается двигателей шасси или авионики или электроники внутренней бортовой насколько это возможно производить и готовы ли мы технологические к этому я не могу недостаточно количеством чтобы ответить на вопросы по авионике что же касается основных остальных изделий да и технологические и понятий на мы готовы но любое производство даже если мы ведем речь о создании копий заменителей так далее любое производство это сложная ответственная деятельность огромного числа участников этого процесса здесь вы имеете дело из производителями материалов сырьевых вы имеете дело с производителями запчастей различных технологических переделов иметь дело с испытателями и имеете дело с сертификаторами и вот когда все сообщество вся цепочка производителей ответственных авиационных компонентов задействованы и ясно понимать чего же мы хотим достичь тогда это заработает это прекрасные слова нам пока эту цепочку наладим самолета уже давно 150 раз перестан потеряет свои циклы обслуживания как бы проскочит мимо позволю себе напомнить китайскую муторс про то что там путь в 10 тысяч начинается с первого шага мы ничего не делать ничего не будет в общем все понятно приходится этим заниматься есть попытки как говорил дмитрий анатольевич медведев срезать углы или это возможно не он говорил может быть рогозин если меня не ошибаюсь два маститых маститых специалистов перескочить допустим через технологические уклады благодаря в том числе цифровизации были все эти идеи вот я думаю что в редких и частных случаях это наверное возможно но в таком сложном комплексном деле как авиастроение это сомнительно придется скорее всего пройти все тот же самый путь которые прошли наши зарубежные коллеги у которых был гандикап в 90 и нулевые годы вот нам придется подтягивать популярные же разговоры смотрите но тоже советский союз производил всю доменклатуру сбывал самолетов разных ближний средний дальнемагистральных такие сики ну плюс-минус но самолеты похожи наверное друг на друга там отличается конечно технологических нюансах но в целом неужели вот на базе этого советского опыта нельзя производить ну вот эти самые какие детали даже детали двигателя и так далее все производства и мощности же есть хорошее слово на базе да действительно на базе и прежде всего на понятийной базе но речь идет например о том что в случае там допустим с авиационными двигателями либо у вас есть технологическое оборудование которое позволит вам обеспечить за приемлемые деньги определенные зазоры шероховатость допуски на детали либо у вас этого оборудования нет если у вас его нет вы никогда не сможете даже имея замечательную базу и в том числе понятийные вы не сможете я с вами согласен то есть для того чтобы начать производить запчасти для боингов или там для китайских автомобилей неважно в данном случае нам сначала надо освоить еще станкостроение безусловно а с этим жвах конкретный ну мы не будем брать эту болезненную тему не станкостроение по крайней мере вот в отношении относительно простых станков сейчас показывает галлопирующий рост речь идет о десятках процентов в год если не ошибаюсь буквально вчера читал что по данным первого квартала двадцать четвертого года квартал к кварталу рост был на уровне 25 40 процентов по разным позициям станкостроительной номенклатуры так что дорогу осилит идущий сделаем хорошо поживем увидим много раз слышали не всегда это реализовывалось в итоге что суперджетом давайте плюс семь девятьсот три семь семь шесть три 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 номер для ваших ватсап сообщений ваших вопросов я уверен что алексей предметно ответит на все что суперджет что с двигателем до суперджета злосчастным pd-14 это уже словосочетание по вся страна знает прекрасно то есть пор не можем присоединять 14 это двигатель разработки авиадвигателя из перми это предприятие хорошо знаю я с ним работал по совершенно не авиационной по земной тематике это очень серьезное предприятие с высокоответственными инженерами которые прекрасно понимают что они не могут выпустить двигатель который не будет соответствовать критериям летной годности и пройдет соответствующую сертификацию действительно по мере его разработки были обнаружены как конструкционные особенности так и технологические недостатки которые не позволяют ответить на все вопросы сертифицирующих органов поэтому произошло то что открыто называется сдвиг вправо вот значит на данный момент если и мне память не изменяет сдвиг вправо составляет двух лет два это еще не критик не критично больше я не готов очень глубоко комментировать конструкционную часть я просто ее не знаю вот на самом деле впервые применяется новая многоконтурная схема это само по себе очень от это что такое дело в том что в двигателе на какой двигатель что такое двигатель любой двигатель это тепловая машина которая преобразует энергию химической реакции сгорания топлива в механическую работу вот при этом приходится использовать образующуюся энергию в том числе на обслуживание самого двигателя на перекачку топлива на охлаждение при необходимости начать отдельных деталей и в том числе например на сжатие воздуха потому что на больших высотах у вас воздух разряжены вам просто не хватит воздуха с тем чтобы обеспечить устойчивую химическую реакцию поэтому впереди у вас стоит титановая компрессорная часть которая нагнетает вентилятором вентилятор да значит который нагнетает воздух и сжимает вода не до необходимой плотности и проталкивает его в камеру сгорания так вот обслуживание и компрессора и камер сгорания и собственно турбины предполагает внутренние перетоки там существуют различные контуры этих перетоков вот собственно чем идет я поняла мы догадываемся что у нас же умное радио все-таки что такое двигатель примерно понимаем как он как он работает вопрос кстати извините про возвращаясь супер джету там все-таки собираются ставить pd-8 а не pd-14 изначально шло про pd-14 аналог которого по моему называется про аппаратом быть не 1400 на мс-21 pd-14 а вот pd-мс-21 да кстати говоря еще один вопрос судьбе другого большого российского проекта мс-21 который изначально в плане емкости рынка и ну как бы и что как вот он имел больше перспектив и насколько я знаю сейчас принято решение отказаться от определенного объема суперджета в пользу перспективных мс-21 то есть не от объема почти от всех там вообще большой вопрос в судьбе суперджетов мы знаем что значительную часть партий экспортных и нам вернули этих самолетов бывает отказывают недавно была авиакатастрофа после 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 ремонта до буквально несколько дней назад это случилось погибли пилоты пока непонятно там все что являлось причиной у меня вопрос вот какой ну хорошо пускай даже для мс-21 почему нельзя взять аналогичный двигатель pratt & whitney или rolls-royce разобрать его провести обратный реинжиниринг и вот искать не полностью его скопировать условно ну там плюс-минус там каким нюансом с точки зрения времени затрат и технологической подготовки вы будете иметь примерно те же сроки а возможно возможно вы вообще не сможете этого достичь ну например если вы допустим упрётесь в определенного рода материалы производство которых в отечественных условиях оказывается исключительно дорогим допустим привести пример в свое время когда 60-е годы произошел разрыв отношений с китаем обнаружилось что советский союз из китая получал огромное количество вольфрама для создания быстрорежущих сталей это была колоссальная проблема потому что сталер 18 заменить было нечем пришлось срочно создавать так называемые экономно легированные стали с молибденом потому что в огромном советском союзе несмотря на огромную территорию подходящих вольфрамовых руд не было их и сейчас не так много мы их получаем по импорту ровным счетом то же самое может получиться и в случае с попыткой полностью воспроизвести материалы которые используются в частности в лопатках и так далее то есть мы можем столкнуться с тем что мне хватит каких-нибудь легирующих или они будут но это будет очень дорого поэтому с точки зрения импорта независимости потому что обращаю внимание пока мы летаем пока у нас есть время возможно у нас есть запас около пяти семи лет стратегически правильно сделать свой двигатель полностью его отработать возможно даже довести до какой-то аварии с тем чтобы проверить еще в таком критическом ключе желательно чтобы аварии ни в коем случае не произошла с пассажирами и летчиками но в любом случае отказ даст колоссальное количество ответов на те вопросы которые на которые не дает никакое испытание хотя авиадвигатели испытывают серьезные коллеги с циама это центральный институт авиационных моторов имени баранова вот у них есть колоссальный опыт испытания двигателей тем не менее обычно аварии отказы на реально летающем объекте гораздо больше учат конструктора чем кого бы то ни был чем какие-то другие варианты поэтому нужно разрабатывать свое даже если это требует больше времени больше денег потому что именно в этой ситуации мы сможем не только научиться но мы сможем оказаться действительно ситуации когда мы делаем все сами ракетный двигатель рдс свое время как известно пытались расшифровать как россия делает сама вот так это вот знаменитый рдс я не знаю такое я знаю вот рд-180 ну это вот это 174 и так далее то что американские ракеты носить на некоторые из них устанавливать это от чего они отказались вот последние два года это королевские двигатели да да это еще временно анчеломея королева дата 50-60 год ну принципиально ракетное двигатель строение сильно не изменилось тех пор не так как электроника например сами или мы будем топтаться в хвосте и то что называется рассчитывать на милость наших стратегических соперников или неизбывая партнеров знаете политика наш так меня наш так быстро даже так изменчиво что такое партнер а что такое соперники это вот тут это такое рядом оказывается анекдот про чапаевский нюансы ну в общем очень непонятно согласен про лопатки хотел спросить вы кстати видите вот такая отличенная тема это один из самых сложных и высокотехнологичных частей двигателя насколько я понимаю турбе там газа газа турбинных двигателей и насколько я знаю что технологиями производства вот этих вот лопаток обладает только сша россия китай и по моему германия всего четыре страны в мире ну думаю все таки не германия франция 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 виновата снег по предприятиям которым вот мне даже доводилось как-то разбывать ну и конечно же великобритания rolls-royce вот в общем то и у шведов есть хорошие заделы в этой области ну вот пожалуй все это правда да это очень ответственно тот что там сложного то в этой лопатке вот который мы когда мимо двигателя смотрят проходим вот он весь там вентиляторе в лопатках пункт номер один вы должны работать при температурах свыше 600 градусов цельсия при этом вы должны сохранять статическую динамическую циклическую прочность что значит циклическая прочность даже если у вас лопатка очень хорошо стоит при данном числе оборотов и обеспечить и находится под действием центробежный центробежного нагружения у вас за счет того что вы постоянно получаете изгиб лопатки под потоком горючих газов вы нагружаете лопатку в режиме сложного многоосного изгиба циклического что приводит к усталости материала это называется длительная циклическая прочность и это циклическая прочность у вас должна быть при температурах свыше 600 а то и 700 градусов это сверх напряженные сверх жесткие требования к любому материалу в данный момент используется для этого никелевые сплавы сложно легированные в котором насчитывается до 10 иногда легирующих и ладно бы просто их сварить то что называется как борщ положить а что значит легированные объясните люди наши даже женщины слушают они они у них легированная стали это нож для код для разделки оба 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 щей а не вот чем стал очень хороший объект для пояснения итак вот предположим легенок из легированной стали используется для нарезки заправки борща да вот в борще вы совершенно спокойно можете наблюдать вот у вас жидкость вот у вас картошка вот кусочек свеклы они разделены границами у них есть границ раздела то есть вы совершенно точно знаете что переходя из жидкости в жидкости супов тела картошки это будет граница раздела в легированных при в легированном материале у вас происходит взаимопроникновение атомов разных металлических элементов и создание единой кристаллической решетки это образуется так называемый твердый раствор твердый раствор может быть стабильным а может быть пересыщенным по какому-то из плавов и по какому-то из элементов и тогда все может быть более острым или может быть более направо гибким и и сейчас я закончу и тогда из вот этого твердого раствора начинают выделяться те самые интерметаллиды это могут быть не только интерметаллида но и специальные карбиды и так далее которые армируют и упрочняют все 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 что у нас есть так вот легированные сталь легированная сталь для кухонных ножей она как раз относится к первому классу где у вас часть атомов железа заменена атомами хрома и никеля что обеспечивает повышенную коррозионную стойкость и у вас под водой из-под крана или из-за кислот который содержится в овощах нержавеет нержавеется а в лопатках значит там еще там вы создаете вы армируете никелевую матрицу особыми выделениями там есть гамма-гамма штрих гамма-два штриха гамма-три штриха выделения это специальные представьте что у вас выделились некие кирпичики они на самом деле действительно очень похожи на кубики вот и эти значит выделения армируют матрицу и не позволяют потерять длительную прочность под действием температуры в 700 градусов вот не позволяют зародиться трещинам при циклической нагружении и так далее а он так под такой нагрузкой там 12-13-14 часов весь полет находится конечно сумасшедшие вот вы подумайте будете садить самолет когда особенно не через за рукав а просто через автобус а вот стоишь и смотришь и ты понимаешь только вот эта маленькая часть вот это каждая лопатка это просто на конструирование потому что внутри каждой лопатки есть еще и каналы вернемся к производству самолетов перспективам отечественного самолета строения а также к применению 3d принтинга производстве сложных компонентов через несколько здесь 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 никуда не девался ребят мы продолжаем наш эфир на сцене очень интересный гость на мой вкус за алексей солимон старший преподаватель центра системного проектирования скалтеха кандидат физмат наук человек который профессионально занимается и разработкой новых материалов мы перечисляли там всяких разных хитрых сложных сплавов интерметаллидов объемных металлических стекол композитом фолостомеров устойчивых взрывной декомпрессии и того и сего и 5 10 и в том числе активно занят в российской авиастроительной отрасли и он практик собственно вот мы сегодня решили поговорить какие нас ждут перспективы в право разов про в плане в том числе разработки собственных самолетов и собственных и ракет строение тоже это отдельный разговор мы все еще до него дойти не можем хороший вопрос по поводу емкости рынка все-таки сейчас вы правильно сказали за эфиром что советский союз поставлял самолеты в половину стран планеты 60 процентов мирового рынка 60 процентов права колосса как он поставлял за деньги по бартовую оплачивая политическую там солидарность это это другой разговор тем не менее рынок сбыта огромный миллиар больше миллиарда человек условно говоря сейчас фактически мы можем рассчитывать только только на наш рынок может быть рынок там некоторых государств африки маленькое количество там чуть-чуть может быть южной америки и капельку и капельку еще в станок бывшего советского союза и то не факт российский рынок от 150 миллионов он не самодостаточен для производства линейки собственных самолетов вопрос больше про бизнес а не про технологии да но я думаю что лучше всего нас сейчас рекламируют наши вкс вот подтянутся люди подтянутся и клиенты появятся но мы должны подтвердить летную годность обеспечить хорошую статистику полетов и летных происшествий если мы на наших бортах сможем все это подтвердить и показать люди попробуют попробуют распробуют рано либо рано или поздно этот вопрос будет решаться в сторону расширения нашего рынка до сейчас мы в основном ограничены отечественным вопрос кстати говоря про вкс есть су-57 наш многострадальный самолет пятого поколения который все говорят он не может быть пятого поколения тоже на нем нет двигателя пятого поколения ключевой части какие проблемы в разработке военных двигателей там с длинными возможностями работать на гиперзвуковых скоростях без форсаж там ну известно там разными углами называется вектор тяги изменяемый там тогда я думаю что вам необходимо все-таки обратиться к профилям военным например кобыль улька я не знаю недостаточно открытые вы наверное если вы их пригласите они дадут лучшие комментарии в любом случае все что я могу сказать что авиационные двигатели для военных воздушных кораблей есть известная градация если гражданская то это суда а если а я не знал это корабли и это как морской так и вот так вот если мы не ведем речь о стратегических бомбардировщиков а так сказать и штурмовиках и истребителях и так далее у них ресурс двигателей составляет сотни часов после чего они агрегатным образом меняются то есть полностью вынимается и ставится новый да тогда как двигатель пассажирского должен отработать 150 тысяч часов это принципиально иной подход к конструированию выбору материалов ко всему поэтому как это свинка и морская свинка то есть вроде бы название на пиар разный все таки это очень сильно разные же согласно согласно про мы заговорили про про циклопроектирования не только про материал про ци именно про циклопроектирование про цифровые технологии которые позволяют ну сейчас в моем представлении себя позволяли просто кратно ускорить разработку любого нового сложного продукта каким безусловно является там самолет или автомобиль когда ты огромную часть проектирования и огромную часть испытаний можешь привести еще до появления физического объекта то есть в цифровом виде или на самом деле это не так это в значительной степени не так это одна из проблем на решение которой направлен вот этот замечательный проект который был поддержан минобранауки и академии наук и который достался мои скалтех в данном случае в котором я работаю является одним из партнеров при выполнении этого крупного научного проекта это проект называется расчетно-экспериментальная корреляция при разработке новых элементов новой авиационной техники дело в том что нарисовать и рассчитать создать геометрию нового компонента авиационной техники относительно легко для этого существует множество очень успешных систем автоматического проектирования дальше проводится компьютерное моделирование механического поведения такого элемента с помощью метода конечных элементов ну здесь на самом деле не только какими-то конечных элементов метод конечных разностей это очень интересная математическая задача тем не менее она успешно решается так вот одной из основных проблем является параметрический характер этих расчетов то есть каким образом вы задаете задаете параметр поведения материала в зависимости от этого вы получите разный ответ относительно все возможные условия какие могут быть миллионы миллионов вариантов погодных условий нагрузок высот влажности и так далее в котором работает авиационный дыр кто тебе мешает компьютер же это обсчитывать даже суперкомпьютеры не могут решить например задачу получения адекватных значений ряда параметров кроме того мы сейчас используем все больше и больше новые материалы которые вообще так говоря не только не изотропные то есть у них свойства в разных направлениях одинаковые вот например лимитин благороден в этом отношении у него все свойства все по всем направлениям одинаковые а вот допустим там никелевые сплавы титановые сплавы совсем не так себя ведут них по разным направлениям разные свойства это все необходимо учитывать а мы сейчас используем еще и композитные материалы которые не только не изотропные то есть они имеют они являются они за троп на то есть их свойства разные по разным направлению конечно не однородные они в разном то что называется микро объемах в окселях так вот есть такой термин в разных микро объемах них разные свойства такой для того чтобы рассчитать поведение готового изделия из такого композитного материала вам просто не хватит счетных мощностей которые существуют на данном этапе и наш проект расчетный экспериментальной корреляции позволяет или по крайней мере должен позволить срезать углы за счет того что мы на критических этапах все-таки проведем эксперимент на миниатюрных специально подготовленных образа образцах которые мы естественно будем определенным образом готовить испытывать их в специальных устройствах вот например цаги которые вы упомянули они работают с уже готовым как правило ну цаги да я знаю что такое цаги я просто думаю где вы используете сейчас так вот значит когда мы проведем и вовремя поддержим счетчиков своим экспериментом вот тогда они мы им резко сократим во первых количество счетного необходимого счетного времени и повысим надежность их расчетов то что иначе может получиться ситуация крайне неприятная когда они провели прошли по всей пирамиде конструирования прошли от элементов к узлам агрегатом и тогда ли готовым изделия а не летит но падает понятно или там переворачивается я понимаю чем вы говорите я задумался о том где вы композитные материалы используете в самолетостроении гражданская авиация это что черное крыло знаменитый не только мы с 21 а сейчас еще мы начали лить уже собственной композиции большой большой композиты большой плоскости обращая внимание существует крупные предприятия нпо технология в обминске аэрокомпозит в ульяновске вот который производит огромное число готовых авиационных конструкций для планера это что дает в снижении веса понятно увеличение прочностных характеристик он прочнее стали же композит но более колки или пом ломки да я правильно это да 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 ну в общих чертах это действительно так но давайте все-таки уточним значит вы либо при данной массе повышаете прочность либо при это по одной прочности снижайте массу здесь вот одно с другим связано дело в том что композит себя ведет не так как металл у него появляются другие красивое модное слово моды разрушения другие способы разрушения которые должны быть учтены и должны быть произведены соответствующие расчеты поэтому переход к использованию композитов который грозит или скажем так манит нас своими повышенными функциональными свойствами вот требует пересмотра способов расчета конструкций потому что там другие способы разрушения с другие способы нагружения самого материала и как раз вокруг этого строится очень сложная масштабная работа но у многих научных и производственных предприятий но в частности я могу говорить более подробно о моей у них там есть 101 кафедра который активным образом ведет расчет именно композитных материалов именно композитных конструкций это новое направление и цифровые технологии помогают но не сильно потому что необходимо поменять понятийные паттерны и не за выражение того чтобы понимать как работать с этим материалом и получается что из-за того что мы не можем быть уверены в том что мы правильно все считаем правильно все предсказываем закладываются повышенные коэффициенты запаса прочности и в итоге мы приходим к парадоксальной ситуации когда надеялись облегчить крыло а в итоге мы его несколько утяжелили я павка стала в автомобиле строение в спортивном гоночном но они проходили через это у них карбоновые тоже как корпуса там формула-1 и все остальное с этом геймра а 3d printing 3d printing то есть который как я понимаю в том чего то секунду у меня есть новость свеженькая аэрокосмический стартап релэвити релативити сервис 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 this morning relativity space создает возвращаемую ракету-носитель террор максимально применяя аддитивные технологии то есть 3d печать на фабрике в лонг бич компания печатает двигатели для будущей ракеты террор сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку кстати говоря восьмоприличную 30 в 33 с половиной тонны первый запуск ракеты значительной часть которой отпечатано на 3d принтере намечен на 2026 год что у нас в авиастроении давайте через буквально три минуты мы должны сделать короткую паузу я еще раз напоминаю дорогие друзья нас гостях сегодня старший преподатель центра системного проектирования скалтех и кандидат физмахт наук алексей солимов ух мы тут такую интересную тему затронули в части авиастроения наши потенциальных совместных проектов с китаем не секрет вам 797 это называлась как как так это модель широкофюзеляжного самолета который бы разрабатывалась бы совместно и сразу могла бы накрывать два рынка российские огромный китайский рынок который сейчас распилен между американцами и европейцами и у меня естественно в контексте этого возник вопрос о том если у нас какие-то вообще технологические еще заделы которые могли бы быть китайцам интересны вот мой гость алексей как раз говорит что да такие еще направления остались если можно еще раз поясните о чем идет речь что мы что мы можем быть те китайские научно-технологический цикл с одной стороны исключительно мощный они вырабатывают огромное количество научной технологической продукции именно научной продукции имеется ввиду исследовательских работ и так далее с другой стороны они по-прежнему во многих отношениях следует трендам которые задаются или тенденциям которые задаются не ими а американцами европейцами так далее следует только по этим трендом вы всегда будете плестись хвостей и возможно никогда не догоните поэтому в обязательном порядке необходимо иметь свое независимое в частности например конструирование и всего всего так обращая внимание своя независимая культура в области конструирования авиационных средств это такое же достояние как толстой достоевский так далее это принадлежность целой цивилизации китайцы обязательно к этому придут это логика но сейчас у них этого нет а у нас есть именно вот идеологическая культурная сторона дела в данном случае имеет важное значение например как я рассказал вот наш проект связан с созданием расчетно-экспериментальной корреляции что позволяет повысить надежность и при при проектировании и при расчетах авиационных конструкций с одной стороны с другой стороны сократить срезать углы вот сама по себе идея расчетно-экспериментальной корреляции это безусловно продукт нашей культуры нашей технической цивилизации молодцы китайцы если этим тоже воспользуется так и должно быть собственно для этого и существует там международное общение мне на самом деле довольно странно это слышит потому что китайцы в собственные авианосцы собственные это то что является вот аналогичные с авиастроению сложные большие продукты авианосцы подводные лодки собственная космическая программа я напоминаю на базе правда советской в свое время там орбитальная станция ну там от советского почти ничего не осталось авианосцы у них в общем то тоже один только первые остальные уже свои разработки мне просто интересно что если раз уж мы так сказать в тени китайцев движемся то было бы разумно как совместно разрабатывать наверное самолеты и у меня возникает вопрос как бы надо ли им что-то от нас или они уже могут делать все абсолютно независимо ни с кем ничем не делиться вы говорите что это не совсем они же не строят кстати разработки корейцы строят последний вопрос две минуты про 3d принтинг мы так особо не поговорили действительно появится возможность вот там не знаю печатать сопла для ракет это очень хороший пример потому что если будет иметь место отказ то никто не погибнет и деньги будут потеряны сравнительно небольшие отказов скорее всего не будет потому что для 3d принтинг характерно на данном этапе возможность получать хорошие статические и динамические прочностные свойства а циклические сложно пока сложно так вот в реактивных двигателях она и не нужна циклическая прочность поэтому а там две минуты отработал и выбросили а так а материалы то те же материалы их же надо в жидкое состояние приводить струйкой нет 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 это не жидкое это называется эффективное лазерное плавление вы насыпаете порошок и локально проплавляете в одной точке у вас плавится порошок в точке и соединяется с остальными уже наплавленными деталями там вам не нужно так сказать лить то что называется тонкой струйкой как это делается с полимерами а да я вот вот что то новое узнал алексей спасибо огромное желаем удачи вам в вашей работе спасибо большое важные и полезные для государства для страны алексей солимон старший предваритель центра системного проектирования сколтехо кандидат физмат наук о перспективах отечественного самолета строения был у нас в эфире сервисного дождя